всем привет с вами снова виктор балет сегодня интересная тема сергей есенин и баку баку это был один из самых любимых городов седина в который он приезжал несколько раз у него там было очень много друзей те кто действительно были настоящими друзьями поддерживали его всегда и в творчестве и в тяжелых различных ситуациях были ему самыми настоящими друзьями останавливался он там в бакинском отеле новая европа шик самый лучший отель был то время в баку а там же он встречался со своими друзьями многими и как всегда они там устраивали гулянки и все такое партии как бы это называлось бы сегодня читал свои новые произведения сочинял новые стихи будучи командировки такс или в гостях в отпуске нужно сказать всегда совмещал свое свободное время со своим творчеством то есть есенин он просто так никогда не отдыхал он постоянно где бы он не находился в деревне в городе там в кабаке он всегда сочинял какие-то интересные новые стихи и вот одним из интересных таких стихов там же в баку то было 5 октября двадцать четвертого года очередной такой встречи с друзьями он написал такое интересное стихотворение с легким такими юмором как у него всегда был с приколом так называемым он называет это стихотворение очень маленькая наверное многие из вас и не слышали его ни разу называется их жизнь моя их жизнь моя улыбка девичья за гольдшмитта пьем и за галькевича будет пустакан как и жизнь пуста прижимаем уран свой бокал кустам 5 октября двадцать четвертого года значит за гольдшмита пьем и за галькевича ну гольдшмитт это тоже был известный такой футурист в то время у него атлет артист то есть очень много различных увлечений было у гольдшмита известный был он и в питере и в москве такой товарищ вот что о нем осталось и воспоминаниях гольдшмитт владимир робертович с 1886 года по 1954 прожил достаточно длинную жизнь по тем меркам в отличие от и седина российский советский атлет лектор киноактер поэт был введен своим перпским земляком и другом василием каменским в одной из ведущих групп русского футуризма с давидом бурляком владимиром майковским владимиром хлебниковым вместе с каменским был организатором и со владельцем а затем и единоличным владельца московского кафе поэтов с 1917 по 18 год всего один год они организовали такую кафешку назвали кафе поэтов и там они все поэты собирались где наряду с выступлениями других футуристов демонстрировал по большей части свое тело и его возможности то есть он был такой накачанный а товарищ кгц любил свои по тем временам футуризм это было очень-очень начало такое немногие люди занимались атлетизмом а спортом это только зарождалось в обществе это сегодня везде на каждом углу фитнес-студию люди тренируются молодые качается все и более-менее такие все хорошо выглядят при этом он называл себя при этом футуристом жизни отдельно рекламировать для публики платные услуги по оздоровлению же тогда организовал различные группы как сегодня это все делается по компьютеру а раньше это было так что он в клубе проводил такую рекламную работу набирал себе учеников по оздоровлению ну конечно для общества это было все новое тогда никто не знал как правильно питаться как правильно жить и продолжительность жизни была короткая да и времена были представьте себе 1917 по 18 год революция да там вообще ужас что творилось и в россии в москве а тут клуб собирается кафешка поэты гуляют все занимаются оздоровлением футуристы стихи пишут а то есть удивительный мир да как тогда он был таким удивительным на сто лет тому назад что где-то идут какие-то военные события а в другом месте люди наслаждаются отпуском летом например часа все курорку на курорты переполненные люди отдыхают значительную часть жизни провел в гастрюлях по российской империи и ссср в ссср тоже был любимчиком с аналогичными лекциями то есть никогда так тяжело не работал кроме как гантели не поднимал немногочисленные стихи гольдшмитта современники называли дикими николай вирджинский говорил это дикие стихи ну и сергей стенин тоже постоянно прикалывался по этому поводу и говорил что гольдшмитт он занимается стихо бреднями интересное название до сергей дал стихо бредни отличался авантюрным складом личности доходившим до аферизма то есть был такой аферистический тип на эклектичная концепция футуризма жизни гольдшмитта с элементами здорового образа жизни и йоги было маргинальной в то время и не имела прямых последователей но сто лет тому назад ясно дело совсем другое время и поэтому людям было не до этого но что касается есенина то первый раз он приехал в баку 1920 году приехал вместе со своими друзьями анатолием марингофом и григорием колобовым именно здесь в баку сергей александрович закончил свою поэму сорока уст который является важным этапным произведением его творчестве 2 визит был в начале сентября 1924 года пробыв в баку всего несколько дней есенин уехал в тифлис потом главный реактор газеты бакинский рабочий а там он часто публиковался его там очень сильно любили и поддерживали есенина в отличие от уже там в москве в питере у него были уже проблемы в двадцать четвертых двадцать пятых годах потому что он пошел против партии линии партии и было общем то на него задел завели уже в это время уголовные дела а здесь в баку все это еще было так хорошо то есть никто его там не преследовал значит главный редактор газеты бакинский рабочий пётр чагин который в принципе пригласил есенина в баку узнав что поэт был здесь но не зашел к нему высылает за сергеем александровичем корреспондента и 20 сентября двадцать четвертого года в третий раз есенин приезжает в баку то есть он решил все же таки опять вернуться вообще молодец да туда-сюда ездил везде катался в то время когда в стране происходил нет новая экономическая политика голодоморы всякие прочие дела есенина катался ездил везде по отпускам в командировке такие творческие вообще молодец пробыл он здесь потом в баку до 9 октября затем уехал в тифлис но возвращаясь феврале двадцать пятого года в москву через баку задержался пробыв у нас всего день рассказывает об этом очевидцы в течение которого пытался встретиться с чагиным но чагин в это время был в москве так что встреча не удалось и самые плодотворные весенний визит поэта в баку с 31 марта по 25 мая уже в двадцать пятом году именно в этот период были записаны его известнейшие персидские мотивы но это уже был последний приезд двадцать пятом году потом вот такая интересная история с этими стихами такой своеобразный тост сегодня тоже есть тосты а там в баку любят говорить тосты и вот она под этот манер тоже сочинил такое стихотворение интересный факт и так с вами был виктор балет пожалуйста подпишитесь на мой канал у меня очень много интересных видео я занимаюсь творчеством есенина потому что оно мне как-то очень близко самому как то вот у меня жизнь тоже была такая свое время интересная да и много-много в этой жизни уже повидал и поэтому сергей есенин со своей вот такой вот жизнью он чем-то напоминает мне немного мою молодость у нас тоже конечно мы были студентами и работали и много путешествовали и ездили я стихи тоже писал но это уже в других роликах а сейчас желаю вам всего хорошего до следующей встречи пожалуйста подпишитесь на мой канал спасибо вам я хотел бы рассказать вам коротко о творчестве и о жизни есенина и он родился чем он занимался как он рос чем закончилась его жизнь и его творческая жизнь сергей есенин родился в типичной российской деревушке константиново в рязанском уезде 21 сентября 1895 года 1904 году мальчик серёжа поступил в местное училище спустя пять лет продолжено обучение в духовной школе 17 лет 1912 году гнездо крестьян есениных покинула молодое дарование которому дано было стать знаменитой личностью сергеем есениным таким знаменитым действительно по всему миру писателем будущий гений трудился в московской политипографии когда он переехал в москву он трудился в московской типографии был помощником у мясника но это был дешевле отца и там он тоже подрабатывал потому что просто заниматься писательством этого было недостаточно денег и как сегодня многие студенты учатся и подрабатывают 1913 году поступил в университет уже через год изданные его дебютные творения 1914 года пятнадцатом году есенин переехал столицу и завел дружбу со многими известными литературными деятелями в то время много молодых людей занималась литературной деятельности тем более 15-е года были такие после революции 1905 года и между октябрьской революции стране было очень большое недовольство народа молодежь была недовольна всеми событиями которые проходили в стране прогрессивная молодежь тогдашнего мира скажем российского и в это время были всякие многие литературные кружки и там есенин знакомился с различными молодыми писателями поэтами через год петрограде он был призван на воинскую службу помогал в поезде по перевозке раненых также занимался параллельно творчеством и в шестнадцатом году вышел свет его дебютный сборник радунице можете почитать очень интересный сборник 1917 году поэт пошел под венец или просто говоря женился на зине райх три законных брака у него было в 1918 году познакомился с анатолием мариен гофом он в то время считался очень хорошим литератором и маженистом благодаря ему вышла масса различных произведений есенина и наиболее известная из них это москва кабацкая 1924 года двадцать первом году приятель яков блюнкин пригласила есенина в путешествие по средней азии до после поездки сердце литератора разбила танцовщица айсидора дункан он встречался с ней несколько месяцев а потом они узаконили свои отношения после свадьбы они отправили свадебное путешествие по странам европе здесь на западе они были были и в германии и в париже как очень много сообщается различных в стихах тоже ему это все не очень-то понравилось западная жизнь ну действительно она очень сильно отличалась или отличается сегодня тоже от российской также продолжительно они путешествовали до двадцать третьего года в америке были сделали на корабле такое путешествие нью-йорке были и ну там ему понравилось как-то сначала но потом опять же его потянуло в деревню в русскую простые обыкновенные условия жизни в которых он вырос и жил это было ему более понятно чем западные такие ценности в общем то в этом мире за сто лет толком ничего не изменилось как она была при есении также сегодня то то есть положительное что то есть хорошо хорошее плохое все это вперемешку здесь на западе поэтому к этому нужно относиться очень спокойно я сейчас читаете произведения и вижу что они немножко как бы однобокие знаете вот есенин как бы он был очень таким крайним либо у него все плохо либо у него все замечательно как бы был не совсем уравновешенным человеком но и поэтому наверное его жизнь так и закончилась он активно занимался издательством не продавал книги много путешествовал часто бывал в ленинграде обожал кавказ посещал азербайджан и ранней осенью 25 года есенин женился на софьи толстой это была внучка талантливого грандиозного русского писателя последние месяцы его столь краткой жизни сопровождались пьянками драками правило он софьи толком и не жил в толстой это был какой-то непонятный брак очередная какая-то как немцы говорят шнапс идеи да то есть идея такая была просто может быть как-то поменять свою жизнь но вы знаете когда человек идет такой образ жизни уже многое всю жизнь такой весенний на образ жизни был то поменять что-то было очень-очень сложно поэтому у него все таки пошло криво в жизни потом с законом начали получаться различные проблемы он себе социализм совсем по-другому представлял он думал что это действительно мир мир братство общее все прекрасно ну а на на деле все осталось совсем по-другому и вот такие самые мрачные прогнозы и прогнозы других людей они вот сбылись через много-много лет можно сказать и россия как бы она от кризиса кризису идет и ничего толком к сожалению не меняется психическое здоровье его было очень сильно подорвано через такую жизнь многие люди как-то старались ему помогать если бы он не было таким известным писателем то бы его могли дабы даже бы закрыть уже давным-давно потому что он шел уже против власти открыто и многим это уже не нравилось ну и потом в гостинице англета нашли его тело и есть очень много разных версий что якобы он покончил жизнь самоубийством но это не доказанная версия все это еще открыто но факт то что образ жизни его и сама жизнь привела его к такому плачевному результату к тому что случилось поэтому мы его ни в коем случае не осуждаем каждый выбирает сам путь в своей жизни то что он выбрал то он и получил произведение его конечно они очень хорошие затрагивают сердце читателей очень много есть над чем задуматься нам даже сегодня поэтому читайте глубоко эти стихи вдумывайтесь анализируйте и вам как-то это скрасит вашу жизнь потому что творчество поэзия книги это нечто такое замечательное если человек открыл для себя до когда-то то он никогда в этом жизни не пожалеет я вот тут озвучил несколько стихотворений есенина и хотел бы чтобы ты прослушал или прослушала их сидя у костра образно говоря настройся выбери время и сейчас вот пожалуйста я тебе предлагаю послушать стихи есенина в моем прочтении желаю тебе с удовольствием провести это время есенина в моем прочтении отговорила роща золотая березовым веселым языком и журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком кого жалеть ведь каждый в мире стране пройдет зайдет и вновь оставит дом а всех ушедших грезит конопляне широким месяцем над голубым прудом стою один среди равнины голой а журавлей относит ветер вдаль я полон дума юности веселой но ничего в прошедшем не не жаль не жаль не лет растраченных напрасно не жаль души сиреневую цветь саду горит костер рябины красной но никого не может согреть не обогрят рябиновые кисти от желтизны не пропадет трава как дерево роняет тихо листья так я роняю грустные слова а если время ветром разметая сгребет их всех в один ненужный ком скажите так что роща золотая отговорила милым языком и 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 Продолжение следует... Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, Был у нас женщин из зелия падки, Разонравилась пить и плясать, И терять свою жизнь без заглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз златок карий омут, И чтоб прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, И стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки, И волос твоих светом восемь. Я б навеки пошел за тобой, Хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дух бродяжи, Дух бродяжи, ты все реже, реже, Расшевеливаешь пламенью уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодья чувств, Я теперь скупее стал в желаниях, Я теперь скупее стал в желаниях, Жизнь моя, или ты приснилась мне, Словно я весенней гулкой ранью Раскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с клёнов листьев медь, Будь же ты вовек благословенна, Что пришло просвесть и умереть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гаснут красные крылья заката, Тихо дремлют в тумане плетни, Не тоскуй, моя белая хата, Что опять мы одни и одни, Чистит месяц соломенной крыши, Обойменные синью рога, Не пошел я за ней и не вышел Провожать заглухие стога. Знаю, годы тревогу заглушат, Эта боль, как и годы, пройдет, И устая невинную душу для другого она бережет. Не силен тот, кто радости просит, Только гордые в силе живут, А другой изомнет и забросит, Как изъеденный сырью хомут. Не с тоски я судьбы поджидаю, Будет злобно крутить пороша, И придет она к нашему краю Обогреть своего малыша, Снимет шубу и шали развяжет, Примастится со мною огня И спокойно и ласково скажет, Что ребенок похож на меня. Снимет шубу и шубу. Вечером синим, вечером лунным, Был я когда-то красивым и юным, Был я когда-то красивым и юным, Неудержимо, неповторимо, Все пролетело, далече мимо. Сердце остыло, и выцвели очи, Синее счастье, лунные ночи. С четвертого на пятый октября Вечером синим, вечером лунным, Был я когда-то красивым и юным, И неудержимо, неповторимо, Все пролетело, далече мимо. Сердце остыло, и выцвели очи, Синее счастье, лунные ночи. И в это время Есенину было всего 30 лет, А он уже печалится о своей прошедшей юности. Интересно, да, что вот в наше время Нам уже по 50, по 60 лет, А некоторыми по 70, И мы чувствуем себя молодыми, Если организм нормально, хорошо работает, И особых проблем нет, То человек и в 50, и в 60, и в 70 Чувствует себя молодыми. А Есенин уже в 30 Чувствовал себя Старым, как бы прожитым. Казалось ему, жизнь казалась ему уже прожитой. Интересный факт. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Оттого и дороги мне люди, кто живут со мною на земле. Вечер черные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора, Не вчера ли я молодость пробил, разлюбил ли тебя не вчера. Не храпи, запоздалая тройка, наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка упокоит меня навсегда. Может, завтра совсем по-другому я уйду, исцеленный навек, Слушать песни дождей вечеренных, чем здорово живет человек. Позабуду я мрачные силы, что терзали меня губя, Облик ласковый, облик милый, лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой, с другой Расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла была я, наша жизнь, что было и не была. Голова ли ты моя удавая, до чего ж ты меня довела. Расскажу, как текла была. Расскажу, как текла была. Расскажу, как текла была. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Не смотря в лицо от страсти млеешь, Мне на плечи руки опустит. Молодая с чувственным оскалом, Я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты оскал, Сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, Не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, А теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, И ты думаешь о ком-нибудь другом, Я ведь сам люблю тебя не очень, Утопая в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбою, Легкодумно вспыльчивая связь, Как случайно встретился с тобою, Улыбнуйся, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни, Только не целованных не трогая, Только не горевших, не маняя. И когда с другим по переулку Ты пройдешь, болтая про любовь, Может быть, я выйду на прогулку И с тобою встретимся мы днем. Отвернув к другому ближе плечи И немного наклонившись вниз, Ты мне скажешь тихо «Добрый вечер». Я отвечу «Добрый вечер, мисс». И ничто души не потревожит, И ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь. И ничто души не бежит, И ничто души не бежит, Продолжение следует... 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 Кем я жил Забыли про меня Ну и все ж теснимы и гонимы Я смотря с улыбкой на зарю На земле мне близкой и любимой Эту жизнь за все благодарю Субтитры создавал DimaTorzok